В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Члены общественной палаты муниципалитета провели инспекцию в Видновской стоматологической поликлинике. Сложности есть в записи, но они такие, скажем так, с системным характером не есть. Летний праздник для детей с ограниченными возможностями. Мне очень понравилось. Я готова сюда каждый день приходить. В поселке Сахоза имени Ленина прошел любительский шахматный турнир. Такие серьезные баталии. Я уже один раз проиграла, один раз даже выиграла. Члены общественной палаты муниципалитета провели инспекцию в стоматологической поликлинике города Видное. В ходе работы проверили наличие всех необходимых препаратов для оказания услуг по полюсам обязательного страхования. Посмотрели новый кабинет компьютерной томографии. Подробнее в репортаже Юлий Погасьян. За последние годы Видновская стоматологическая поликлиника заметно преобразилась. Здесь провели ремонт и создали кабинет компьютерной томографии. Сегодня в штате более ста специалистов, которые оказывают как бесплатные услуги по полюсу обязательного медицинского страхования, так и платные. Недавно, чтобы разгрузить поток людей, поликлиника перешла на семидневный режим работы. С сотрудниками у нас нет проблем. У нас много желающих прийти сюда работать. У нас иногда мы проводим даже чуть ли не конкурс, потому что на самом деле много молодых специалистов, желающих прийти работать. Причем местных специалистов. Мы хотели бы их привлечь, но, к сожалению, не позволяет площади. Чтобы лично убедиться в качестве оказания стоматологической помощи пациентам, медицинское учреждение посетили члены общественной палаты Ленинского городского округа. Такие инспекции по поручению областной общественной палаты сейчас проходят по всему Подмосковью. Как быть пациентом, если он пришел к терапевту, что записи нет? Нужно записаться в лист ожидания. Это делается? Через? Это делается лишь по телефону горячей линии, либо через сайт здравоохранения. Горячая линия в вашей стоматологии получается? Да. Здесь визиточка встает. А, визиточка. То есть местных. Прошу. Сложности есть в записи, но они такие, скажем так, системного характера не есть. Это традиционно, потому что помещение не справляется с возможностью нашего населения. Но в целом по качеству работы, с точки зрения того, что мы видим, и возможностей населения, соответственно, все соответствует. Поэтому мы желаем только удачи. Пломбирование, протезирование, обслуживание льготных групп населения, наличие лекарственных средств и материалов. Вот основные пункты, на которые общественники обращали внимание. Вместе с членами палаты в инспекции приняла участие и заместитель главы Ленинского округа Ольга Доманевская. Оборудование очень современное, и я думаю, что пациенты будут довольны. Самое, конечно, не хотелось бы оказаться в этих кабинетах, но по необходимости это будет важным моментом, и врачи умеют работать. Кадры решают все. Это выражение как нельзя точно подходит для характеристики видновской стоматологии. Даже до ремонта и закупки нового современного оборудования пациенты приходили сюда, зная, что тут трудятся специалисты высокого уровня. Я сама врач-педиатр с 40-летним старшим, давно пенсионерка. Это мои все знакомые люди, всю жизнь лечу зубы. И сейчас обновила. Видите, какой рот красивый. Всем довольна, всех люблю. Много внимания в медицинском учреждении уделяется дополнительному образованию врачей. В этом году здесь был открыт учебный класс, чтобы без отрыва от производства специалисты могли повышать квалификацию. Каждый врач в течение пяти лет обязан пройти набор учебной программы для набора часов, баллов, чтобы получить следующий сертификат, чтобы была возможность работать. Для этого создан учебный центр, где стоят компьютеры. Каждый врач под своим логином, паролем заходит в свой личный кабинет, находит программу обучения, сидит, учится, сдает экзамены. Ну, такая вот электронная система обучения сейчас. Все жалобы по работе Видновской стоматологии жители могут направлять в адрес председателя общественной палаты, который по мере необходимости намерен продолжить подобные инспекции. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В рамках благотворительного проекта «Твори добро» члены общественной палаты Ленинского городского округа организовали праздник для детей с ограниченными возможностями. Ребята посетили Центральный парк отдыха, где смогли бесплатно покататься на аттракционах и получить сладкие подарки. Центральный парк отдыха пользуется большой популярностью у маленьких видновчан. Ведь в детском городке, как привыкли называть его жителей, можно весело провести время. Именно здесь члены общественной палаты муниципалитета решили устроить праздник для детей с ограниченными возможностями. На мероприятие были приглашены ребята разных возрастов. Начиная от 9 месяцев, и самый старший, это Скворцов Валерий, ему 17 лет, но он колясочник, и тоже ребенок хочет праздника. Вот тоже приехал, даже просто посмотреть и порадоваться вместе с другими. Вот такой у нас разброс возраста. Дети могли бесплатно прокатиться на любых аттракционах столько, сколько им хотелось. Многие дети думают, что доброта только родительская. И все. Мой взгляд, что дети должны знать не только, что какие-то происходят болезни и все прочее. Дети должны изначально понимать, что существует доброта. И подрастающее поколение, оно, мне кажется, это с детства, если поймет, тоже будет непосредственно заниматься такими вещами. Это очень важно. Малышей особенно впечатлили вертолеты и яркий мини-паровозик. А 11-летнему Максиму больше всего понравилось на колесе обозрения. Мальчик признался, что высоты он совсем не испугался. Мне очень понравилось. Я готова сюда каждый день приходить. Спасибо большое всем, кто это сделал. Ребята не скрывали своих эмоций. По счастливым улыбкам на лицах было видно, что организаторы праздника угадали с местом его проведения. Мне очень нравится кататься на вертолетах, на колесе обозрения и на поезде. Благодарим всех спонсоров, которые нам оказали данное мероприятие. Большое спасибо Рящиной Наталье Алексеевне. Данные мероприятия, они нам очень нужны, они нам помогают, сплочают нас. И, конечно, это большое удовольствие детям. После развлекательной части маленьких гостей мероприятия ждали сладкие угощения, традиционное летнее лакомство – мороженое и шоколадные конфеты. Еще одним сюрпризом стало посещение контактного зоопарка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, ВИДНЕТВ. В губернаторской премии «Мы рядом. Ради перемен» от Ленинского городского округа принимает участие 78 человек. Одним из соискателей стала видновчанка Марина Андреянова. Ее проект рассказывает о людях с нарушениями ментального развития или опорно-двигательного аппарата, а также их родителях. Для Марины Андреяновой это четвертый раз, когда она принимает участие в губернаторской премии. В этом году она представила проект, посвященный клубу «Дорога в жизнь». Его члены – особенные ребята. Мне они стали интересны с самого начала, потому что вот как раз от них я не ожидаю никакого ножа в спину. Это добрые, искренние ребята, которые просто живут и радуются миру. Еще семь лет назад ребята и их родители начали собираться вместе. Мастерили поделки и общались. В общем, весело проводили время. Марина знакома с ними последние три года. Она решила разнообразить их привычные занятия – приобщить ребят к музыке и театральному искусству. Дебют состоялся в декабре 2018 года. Спектакль был посвящен Рождеству. Ребята действительно сыграли роли. Никто от них не ожидал. Все, кто пришли на спектакль, они сказали, как. Это ребята с аутизмом. Это ребята, которые, ну так скажем, иногда в обычной жизни какие-то слова сказать не могут. А тут вдруг они выучили роли, вдруг они стали, ну раскрылись. Сегодня в копилке клуба спектакль и два концерта. В этом году некоторые ребята впервые пели со сцены. Раскрыть их таланты помогают музыканты Дома культуры совхоза имени Ленина. Каждый из нас хочет ощутить минуту славы, почувствовать вот это вот, ну так скажем, вот эти аплодисменты, вот это внимание к себе. А тут девчонки, которые, ну что-то там копались, они что-то делали руками, да. И тут они на сцене, и тут они поют. Они сделали прически, они нарядились. Ну, мне кажется, что это, я не знаю, это что-то невообразимое. Марина с воодушевлением рассказывает о членах клуба. За несколько лет ребята стали для нее настоящими друзьями. Победа в премии поможет клубу купить материалы для поделок и ткани для новых костюмов. В планах у Марины также снять фильм. Представьте, сейчас сидит где-нибудь девушка, которая родила только что особенного ребенка. Ей сказали, ну вот решай. Даже, может быть, уговаривает ее оставить его в доме малютки. Тут она смотрит наш фильм. И там вся подноготная, да, вся жизнь. То есть с ее горестями и с ее радостями. Я хочу, конечно, чтобы мамы поделились вообще от и до. Вот что на протяжении жизни, что будет радовать, а что огорчать. И где нельзя сдаваться. Мы рядом не только название премии, но и в каком-то смысле крик души. Этих ребят лишь называют особыми. На деле они такие же обычные, как и мы. Поют, читают стихи, любят, дружат и мечтают. Проголосовать за проект Марины Андриановой сегодня может любой желающий. Найти его легко на сайте премии «Мы рядом. Ради перемен». Александра Столярова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В поселке Совхоза имени Ленина прошел любительский турнир, приуроченный к Международному дню шахмат. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий. Проведение совпало с реконструкцией одного из поселковых скверов. Где теперь появилось специальное место для проведения подобных мероприятий. Подробнее расскажет Максим Козлов. Столы установлены буквально несколько дней назад. И пока еще под ними нет специального покрытия. Но игроков это не смущает. Здесь все как на настоящих соревнованиях. Участники, судьи и награды. Кстати говоря, по итогам шахматного турнира приз получил не только победитель, но и учреждение культуры поселка Совхоза имени Ленина. Мы приготовили три шахматные доски. Одна пойдет победителя сегодняшнего турнира. И две доски будут размещены в Центре культуры и в библиотеке. Здесь рады всем. Никто не спросит уровень подготовки или стаж игры. Все максимально демократично. Ильгар, житель дома номер 9 поселка Совхоза имени Ленина, сильным игроком себя не считает. Но побороться за награду и победить соперников в нелегкой борьбе сумел. И признается, что в свободное время будет посещать эти столы под навесом. Конечно, такие места, они очень хорошо влияют на развитие интеллектуального спорта в Москве и в Совхозе тоже. Я считаю, что дети, приходя на такие площадки, будут видеть, что люди будут играть в шахматы и сами будут садиться играть в шахматы. Я только за развитие шахмат. Скоро по соседству заработают и тренажеры. И таким образом можно будет совмещать тренировку мозга и мышц. Организаторы уверяют, подобные турниры, когда работы в сквере будут закончены, станут проходить на постоянной основе. Такие серьезные баталии. Я уже один раз проиграла, один раз даже выиграла и даже в шашки вспомнила, как играть. Поэтому играйте, наслаждайтесь, играйте с детьми, играйте между собой и тренируйтесь. Проводился любительский шахматный турнир при поддержке движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и компании «Рота Агра». Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok